Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. Сегодня по уши погрузимся в навозную тему, потому что у нас сегодня представитель пластинчато усых, относящихся к подсемейству землерой. Жук-навозник — прекрасный, шикарнейший, мясистый, огромный добрый зверь. Навозники распространены повсюду, главным образом в умеренных и холодных странах. Живут они в Европе, в Азии, в Америке и по всей европейской части России, кроме Крайнего Севера. Окраска очень изменчива. Можно встретить абсолютно черного жука, зеленого, сине-стального, черно-синего, черно-зеленого, но в любом случае они обладают металлическим блеском. А вот низ тела у них всегда одинаковый, космический, фиалково-голубой. Над крылья покрыты черными волосками, грудной щит с редкими разбросанными точками. Верхние челюсти снаружи равномерно закруглены, длина тела от 16 до 27 миллиметров. Этого навозника называют еще лошадиным навозником, потому что лошадиный навоз для него самая лакомая пища. Несмотря на все это, он может питаться навозом и других животных. Обратите внимание, что жук-навозник питается только экскрементами травоядных животных. Он не питается дерьмом хищникам. Хищников? Нет, ни в коем разе, ни в коем случае. Итак, в поисках навозных куч жуки летают обычно вечером в тихую погоду. Полет тяжелый, громко гудящий. Цикл развития навозного жука полный, с полным преобразованием. Состоит из четырех стадий. Яйцо, личинка, куколка и имага. Под кучей навоза самка жука выкапывает коридор длиной около полуметра, от которого отходят 3-4 боковых хода, которые заканчиваются гнездовыми камерами. Самец собирает частицы помета и приносит их партнерши, которая скатывает шар и закладывает в одну камеру шарик с прикрепленным к нему яйцом. Личинки жука-навозника питаются навозом до самого прихода зимы. Весной следующего года из куколки выходят уже взрослые насекомые. Поймав крупного навозника на его нижней стороне, можно увидеть мелких ржеватых букашек. Это паразитические клещи, которые живут за счет своего хозяина. Также жуками-навозниками не прочь полакомиться позвоночные животные. К примеру, лисы, различные грызуны, которые очень часто затесываются в лошадиные стада и просто-напросто выедают этих навозников. К сожалению, сейчас навозники повсеместно снизу ходят на нет. Почему? Потому что машинный труд почти полностью заменил лошадиную силу. Из-за этого сокращается кормовая база и, соответственно, сокращается количество особей. Так, некоторые экземпляры, к примеру, жука-навозника весеннего найдены были в Московской области в последний раз около 50 лет назад. Вот буквально сейчас начинают находить единичные особи и это становится целым событием. Кстати сказать, взрослый жук в среднем живет 1-2 месяца, то есть это капец как мало. Обязательно пишите в комментариях, если вы видели, встречали, щупали, трогали этого замечательного, прекрасного, огромного, красивейшего жука. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok